Привет! Это Шейна и сегодня я вам покажу несколько супер классных, полезных, невероятно вкусных и самое главное быстрых рецептов для любого праздника, в том числе на Новый Год, на День Рождения, да вообще когда угодно. С наступающими вас праздниками и приятного просмотра! Для первого рецепта нам с вами понадобится треска. У меня это две такие спинки филе. Если вы берете целую рыбу, естественно, вам нужно ее разделать. У меня замороженное филе и вообще в идеале, конечно, положить его на сутки для разморозки в холодильник. Но если у вас нет времени, то вы можете просто положить рыбу на несколько часов, например, в раковину. Она разморозится и мы с вами приступим ее готовить. Понадобится пиалка для того, чтобы сделать соус. У нас будет блюдо из пароварки, но так как оно очень быстро приготовится, то давайте сначала для того, чтобы соус больше отдал все ароматы, чтобы он настоялся, сделаем сначала соус, а потом будем готовить треску. Для приготовления соуса нам понадобится чеснок, сушеный базилик. Конечно, вы можете взять настоящий базилик, свежий, но тогда вам придется взять блендер и сделать из него кашицу. Сметана у меня 15%, можно взять 20%, но все-таки давайте сделаем что-то менее жирное, так что лучше 15%. Конечно же соль, небольшое количество кедровых орешков и небольшое количество сыра пармезан. Я буду использовать буквально небольшой кусочек. Вы, конечно, можете через блендер действовать, но я их просто разомну. Это не совсем соус песто, это такая сливочная интерпретация, такой, знаете, намек на соус песто. На мелкой терке натираю пармезан и выкладываю сюда же. Раздавлю одну головку чеснока, добавлю достаточно большое количество базилика, добавлю соль. Все это перемешаю заранее. И вот здесь, в принципе, вы можете решать сами, либо вам добавить сметану, либо вам добавить, например, оливковое масло. Рыбка, которая потрясающе сочетается со сметаной, вообще со сливочным соусом. Я сюда кладу, у меня здесь 180 граммов сметаны. И все это тщательно перемешиваем. И теперь соус должен настояться. Королева ужинов на нашей кухне это пароварка. И я вообще всем советую пароварку приобрести, потому что это на самом деле очень такое полезное приспособление, в котором все действительно очень-очень быстро готовится. Так что время рыбы, она уже хорошенечко так разморозилась. Нарезаю ее на порции, то есть уже это будут такие стандартные, так скажем, порции, да, сколько примерно один гость у нас сможет съесть рыбы. Ну вот у меня получается примерно три, потому что здесь вот мясо довольно тонкое. Если у вас в рыбе будет очень много всего, там, каких-то приправ, каких-то очень сложных там приспособлений, либо если у вас в гарнире там еще что-то будет, ну понимаете, да, что у вас и так очень много закусок, и есть еще большая вероятность переесть в новогоднюю ночь. Я сомневаюсь, что вам нужно несварение и боль в желудке, поэтому давайте все делать максимально просто и максимально, ну так скажем, диетично, в хорошем смысле этого слова. Я выкладываю рыбку, сейчас я даже не буду подсаливать, и я просто выкладываю эти три кусочка в пароварку. Накрываю крышкой и ставлю все это примерно на 15 минут, потому что дальше мы будем делать с вами буквально минут через 10 еще один уровень с гарниром. Ну что, вот у нас почти 10 минут времени прошло, а на гарнир сегодня у меня спаржа. Вы можете взять любые овощи, пускай это будут какой-то сладкий перец, вообще совершенно просто любые овощи. Также закладываем в пароварку, и вот спаржу буквально нужно минуты 4 еще потомиться, чтобы она не потеряла свой вот этот полезный, здоровый, сочный зеленый цвет. Укладываем второй слой, накрываем и ждем как раз еще минуточек 4-5. Я украшаю, ну у меня здесь кинза, вы можете взять любую зелень абсолютно. Выкладываю кусочек рыбы. Вообще те, кто любит треску, счастливые люди, потому что это потрясающе полезный белок, и это одна из самых-самых, я не преувеличиваю, полезных рыб. От этого вы точно не просто не поправитесь в Новый год, а будете еще здоровее, еще красивее. А чтобы сделать ее еще вкуснее, привлекательнее, у нас с вами есть уже готовый, настоявшийся, вкуснейший соус, который можно подать к рыбе, либо уже вместе с ней, либо отдельно. Почему бы и нет, почему бы не удивить ваших гостей правильными блюдами. Итак, для второго рецепта нам с вами понадобится кабачок. Конечно же, все зависит от того, сколько людей будет на вашем празднике. Я рассчитываю, что один кабачок примерно на двоих людей, так как мы будем резать его пополам и фаршировать каждую половинку. Также нам понадобится небольшое количество помидоров. У меня помидоры черри, я буду не все использовать. Я, честно говоря, всегда использую для своих рецептов все на глаз, так что здесь не будет определенных каких-то пропорций. Перец. Также у нас с вами будут, у меня мизерные шампиньончики, нашла просто, я их буду тоже мелко резать. Также буду использовать не все, и, конечно же, перед приготовлением все эти овощи я хорошенечко помыла. И в этом блюде нам понадобится куриная грудка, куда же без нее. Я ее заранее отварила, я специально порезала ее на маленькие такие кусочки, варила буквально в течение 10-15 минут, для того, чтобы она просто побыстрее сварилась. Я сделала такими маленькими полосочками, так что тоже имейте в виду. И варила ее вчера, и оставила ее в бульоне, для того, чтобы она была сочнее, была вкуснее, мягче. Так что тоже такой лайфхак от меня. И давайте начнем с вами готовить. Для начала подготавливаем кабачок. Режем его на две части. И это у нас будет некая тарелочка, которую мы будем фаршировать. Я специально не буду убирать вот эти ножки, для того, чтобы они у нас как бы держали форму. Единственное, я немножечко срежу, для того, чтобы они были более презентабельные. Дальше я беру ложку, и мне нужно вырезать форму, для того, чтобы мы смогли потом положить в него. То есть у нас должна получиться такая лодочка. Для того, чтобы сделать блюдо более белковым, я все-таки буду побольше убирать, для того, чтобы у нас побольше вместилась куриная грудка. Потому что вообще, когда речь идет о том, чтобы есть как-то на ночь, или уж тем более ночью, когда мы все празднуем Новый год, или вечером собираемся праздновать дни рождения, любые праздники, на вечер, на ночь все-таки лучше есть белок, потому что наши мышцы восстанавливаются и набираются сил именно ночью. Поэтому вот такая вот лодочка у нас одна получилась. Эту мы убираем. Эту мякоть можно будет использовать в каком-нибудь другом блюде. А вот дальше все проще простого. Мы берем блендер. Если вы хотите, конечно, вы можете нарезать просто овощи мелко. Ну, я сделаю это с помощью блендера, так как у нас с вами рецепты все-таки быстрые для того, чтобы больше отдыхать, чем работать в праздник. Поэтому таким вот образом укладываем овощи. Я специально буду отбирать еще самые мелкие такие грибочки для того, чтобы потом тоже мелко нарезать, чтобы все-таки у нас такими кусочками этот фарш был. И, конечно же, не забываем про нашу куриную грудку. Куда же без нее? Основной источник белка на нашем столе. И тщательно прокручиваем. И смотрите, у нас с вами получился прямо как настоящий фарш, который мы с вами, естественно, подсаливаем. У меня розовая гималайская соль. И если вы любите перец, то поперчим. Но я вместо перца всегда использую такую вот приправу для стейка, которая у меня уже заканчивается. Нужно заказывать еще. Она прям очень-очень-очень вкусная. В этот же фарш я нарезаю грибы и добавляем их в фарш. Все это хорошенечко перемешиваем. Я беру маленькую ложечку и начинаю аккуратно все это накладывать. Также в это блюдо можно добавить чеснок, можно добавить лук, можно добавить любые приправы, любые специи. Так вот, не жадничаем, прямо с горкой. Я беру небольшое количество сыра, натираю на терке, на мелкой-мелкой терке. И просто как бы сыром мы с вами его немножечко украсим. Тут, конечно, тоже все зависит от вашего вкуса, да, сколько сыра вы положите. Но все-таки знайте, что если вы положите побольше сыра, соответственно и блюдо получится более калорийным, более жирным. Беру небольшое количество перца чили, посыпаю сверху, разогреваю духовку до 220 градусов и ставлю кубачки на 20-25 минут. Конечно же, это далеко не все рецепты, которые возможно сделать на новогодний или вообще на любой праздничный стол. У меня огромное количество рецептов также есть на канале, плейлист с правильными рецептами, рецептами для похудения и так далее. Я, конечно же, оставлю вам внизу под этим роликом. Обязательно заходите, потому что там настолько все просто, но очень и очень вкусно. Тем временем кабачки готовы. Мои блюда не обходятся без большого количества зелени. Здесь у меня смесь различных салатов. Выкладываем на зелень горячее и, конечно же, украшаем. Для украшения я еще добавлю небольшое количество черного кунжута. Такая красота невероятно полезная и вкусная у нас получилась. Поверьте, после такого блюда никто точно за живот не схватится и никому точно не будет тяжело. Поэтому давайте на легкости встретим 2020 год и будем здоровыми и красивыми. Как вариант закуски мы сейчас с вами будем делать паштет. Для этого нам понадобится куриная грудка уже вареная. Для этого нам понадобится огурец. И я здесь нашла вот такие вот хлебцы. Это кукурузные и хлебцы из полбы. Я буду использовать и те, и те. Просто посмотрю, какие вкуснее, потому что беру я их первый раз. Я буду делать сразу в блендере. Укладываем в блендер дальше огурец. В зависимости от того, какое количество огурца у вас будет, естественно, паштет получится либо мягче, либо тверже. И, конечно же, куда же без соли и специй. И хорошенько все это перетираем. Берем хлебец, либо можно взять цельнозерновой хлеб. И выкладываем паштет. Для украшения я использую микрозелень гороха, которая, кстати говоря, сама по себе безумно вкусная. Все это аккуратно укладываю. И сюда же мы будем делать еще одну закуску. Для этого нам понадобится лаваш. Кстати говоря, я нашла ржаной лаваш, поэтому, видите, он такой немножечко более темный, чем обычный стандартный. Сливочный сыр у меня это самый обычный, творожный. И, конечно же, королева праздничного стола. Это красная икра. У меня икра горбуши. Вкусные рулетики из лаваша. Сокрой. Для этого мы должны сделать конвертики. Я режу лаваш на квадраты. И затем буду промазывать весь конвертик сливочным сыром. Нарезаю его на такие тоненькие пластиночки. И буду укладывать вот так вот, как у нас будут завернуты эти квадратики. И в каждый конвертик накладываем икру. И начинаем аккуратненько заворачивать. Такое легкое и вкусное блюдо у нас получилось. А вообще-то я заметила, что на обычных среднестатистических новогодних столах очень мало овощей, к сожалению. Я рекомендую вам добавлять как можно больше овощей в любое новогоднее и вообще любое праздничное блюдо. Потому что это клетчатка, конечно же. Это наше пищеварение. И, конечно же, с помощью овощей, а особенно, например, какой-то зеленушки, каких-то зеленых салатов, мы заполняем пространство желудка и меньше съедаем жирной, калорийной пищи. Готовите салат? Кладите больше овощей. Готовите закуску? Кладите в нее больше овощей. Это очень красиво смотрится. И, конечно же, намного более полезно для вашего организма. Только вот крекеры размокают. Если к вам гости приходят и вот-вот вы подаете блюдо, то, конечно, на крекеры можно спокойно делать намазку. Но если гости придут через полчаса, через час и так далее, то удобно и очень вкусно будет сделать то же самое, только на цельный зерновой хлеб. Для этого режем его небольшими кусочками и намазываем. Кстати говоря, если вы не боитесь чеснока, он прекрасно подойдет к этому блюду. А для того, чтобы не бояться использовать любые крекеры, можно взять любую красивую пиалку, выложить намазку в нее, а уже рядом красиво разложить любые крекеры, какие вам нравятся. Макать и вкусно закусывать. Ну и какой же Новый год у нас без селедки, поэтому сделаю селедку, сделаю из нее канапе. Вот такими маленькими кусочками нарежу лук. Резать его на колечки для того, чтобы вытащить примерно вот так вот было красиво. И маленькую дольку сюда селедочки. Сразу на тарелочку выложу кинзу, укроп, петрушка. Это очень здорово, когда человек просто может взять пучок и съесть столько, сколько ему нравится и хочется. Нарезаю для украшения небольшое количество зеленого лука и украшаем им наше блюдо. Попробуйте использовать именно цельнозерновой хлебушек. Поверьте, так будет намного полезнее, но также безумно вкусно. Я стараюсь заменять все вредные продукты на что-то более полезное. И настало время вкусного, полезного и очень быстрого простого рецепта салатика с красной рыбой. Можно использовать любую семгу, горбушу, форель, все, что вы найдете, все, что вы любите. Я беру крупный салатник и выкладываю в него довольно большое количество зеленого салата. Чем больше будет салата, тем лучше. И нарезаю довольно мелкими квадратиками красную рыбу. Я люблю делать это помельче, вы можете делать на вкус. Выкладываем все это в салат и начинаем нарезать помидорки черри. У меня много. Обожаю помидорки черри. Все это выкладываем в салат. И настало время сыра моцарелла. Конечно же, можно добавить любой сыр, в том числе пармезан. Делаем соус. Прямо в блендер добавляем достаточное количество свежего базилика. Заливаем несколькими столовыми ложками хорошего экстра-верджин оливкового масла. И все это тщательно перемалываем. Конечно же, не забываем добавить соль. У меня розовая гималайская. Выкладываем соус и тщательно перемешиваем салат. Но делаем это аккуратно, потому что у нас много зеленушки. Для украшения выкладываем кедровые орешки. Потрясающе вкусный салат готов. Поверьте, его умнут первым делом. Спасибо вам за просмотр и за то, что делитесь моими рецептами со своими друзьями и родственниками. Мне будет очень приятно узнать ваше мнение в комментариях под этим видео. Всех люблю, целую. До следующего видео. Пока-пока. Ваша Шейна. Субтитры сделал DimaTorzok